Здравствуйте, дамы и господа, с вами как всегда Бэт и да-да, это то самое видео, из которого вы узнаете, как открыть все сундуки во всех локациях в игре Таррис Лэнд. Я постараюсь рассказать все кратенько, ну и научу вас вообще, как это сделать. Я не открыл два сундука, их открыть довольно сложно. Один из них, в общем-то, находится у нас в главном городе, для этого нужно поймать здесь рыбу, очень редкую. Вот, и тогда ты обменяешь ее на ключ и откроешь этот сундук. Вот, ну а еще один я не открыл. Здесь, вот он, сундучок, то есть нужно попасть на момент, когда здесь будет квест, ежедневный, вот такой вот, да, кружок. И, выполняя его, ты сможешь найти этот ключ. Некоторые сундуки открываются именно за выполнение, ну, квеста, да. Начнем с того, зачем открывать нужно сундуки? Да потому что это настоящее приключение, потому что из них ты получаешь кучу нужных тебе ресурсов, а также вещей, которые помогут тебе и в прокачке уровня персонажа, ну, то есть увеличение его силы. И там еще ресурсы для рыбалки. Для всех новичков и для опытных игроков там обязательно найдется что-то мега полезное. Вот, это как бы важная штука. Также в процессе того, как ты открываешь сундуки, вот эти тотемчики, да, фоткайся там и так далее на локациях, ты прокачиваешь репутацию фракции на локации, которые ты это делаешь. Ты зарабатываешь возможность покупать, в общем-то, этот порошок, покупать сундуки и также увеличивать силу твоего персонажа. Плюс к этому ты зарабатываешь вот эти награды за исследования, то есть вот это все. Вот, плюс к этому ты зарабатываешь еще и достижения, связанные с исследованием мира. Вот, прокачиваешь боевой пропуск, получаешь, в общем-то, награды, серебро, вот, БПХ прокачивается, все хорошо. Вот, то есть это только потому, что ты вот бегаешь, как угорелый по локации, ну и, соответственно, ищешь сундучки. В процессе моих исследований и приключений по открытию сундуков я обнаружил, что, во-первых, все сундуки, которые вот в таких кристаллах, они открываются при помощи бомбы. Это, как бы, простая задача, то есть ты заходишь на аукцион, ты заходишь в функциональные предметы, бомба, покупаешь самую дешевую бомбу за 10 монеток, кидаешь в такой сундук, он взрывается, открывается. И таких сундуков на просторах мира игры довольно много. Также бывают сундуки, которые появляются в зависимости от времени суток, от погодных условий. А вот, а также бывают сундуки, которые в корнях, вот, то есть тут вот я открыл, он, соответственно, был в таких корнях оплетенный, скажем так, таких тоже довольно-таки много. Открывается тоже очень легко, мы заходим сюда, мы покупаем огнемет за 1000 серебра, ну и используем его на сундук, то есть сжигаем эти корни и, соответственно, скрываем данный сундук. Также бывают еще сундуки, которые требуют выполнения определенных мини-квестов, посещению специальных мест, для того, чтобы найти какой-то ключевой предмет, обменять его на ключ или найти сам ключ, посещать другие локации. В общем, очень много у нас активностей, связанных с сундуками, очень много задач. Это интересно, это действительно задача для тех, кто любит приключения, кто любит исследования. Вот, но, как, вот, открыть все сундуки и их же для этого еще сначала нужно найти, где они находятся все, они все видны на карте, да, некоторые спрятаны в определенных местах. Вообще, как это сделать? На самом деле, гайдов по поводу сундуков на просторах ютуба огромное количество. Вот, и в этом видео я просто хочу вас научить, как вообще, во-первых, найти все сундуки и как их открыть. В описании к этому видео есть специальная ссылочка. Она приведет вас на специальный сайт с глобальной картой мира Таррисленд. Вот, то есть, здесь мы можем переключаться между локациями и здесь, помимо сундуков, также изображены и книжки, и тотемы, места, где надо там эти скриншоты делать, ну, типа фоткаться, да. И если вас интересуют только сундуки, то вы можете, соответственно, в фильтре подключать все лишнее и оставить здесь только сундуки. То есть, вы будете знать, в каком месте каждый сундук находится на каждой локации. Вот, а если вы хотите собрать еще и книжки и другие предметы для того, чтобы прокачать там больше репутации и, соответственно, заработать больше наград, то это тоже здесь можно сделать на этой карте. Сохраняйте эту ссылку себе где-нибудь, вот, чтобы не потерять. Помимо этого, когда вы пришли к определенному, допустим, сундуку, вот он, да, это у нас, соответственно, лес, мы нажимаем на сам сундук, и у нас в углу открывается видос с ютуба. Вот, он не озвученный, он подойдет для всех, то есть, необязательно знать английский язык. Мы нажимаем, соответственно, YouTube, у нас открывается тайминг, вот, с этим сундуком конкретным, и мы, соответственно, делаем то же самое, что делает человек в этом видео. Вот, то есть, заручку у нас проведет по каждому сундуку, по выполнению каждой задачи, чтобы открыть этот сундучок. Таким образом, вы сможете найти, во-первых, все сундуки, во-вторых, выполнить все задачи, чтобы их открыть. Вот, единственное, как я и сказал, есть сундуки, которые очень-очень сложно открыть. Наверное, самый сложный сундук, это сундук в главном городе. Это, ну, как раз вот этот сундук, для того, чтобы его открыть, нам нужно в водоемах, вот таких вот небольших этого города, поймать очень редкую рыбу. Ну, и эту очень редкую рыбу сдать вот этому парню. Он за это даст нам ключ, чтобы открыть этот сундук. Для того, чтобы ловить эту очень редкую рыбу, нам потребуется или огромнейшее количество наживки и огромнейшее количество удачи, или нам потребуется наживка более высокого качества, чтобы с большей долей вероятностью поймать эту суперредкую рыбу. Эта суперредкая рыба, насколько я осведомлен, ловится с любой наживкой. Я пробовал отсюда выкупать, тратил валюту, но потом понял, что это затея как бы безуспешная. Вот, не тратьте эту валюту, лучше купите питомца для коллекции, вот, и копите питомцев до десятки, вот, чем тратить вот сюда. Это как из моих советов по поводу этого сундука. Ну, и еще сундук здесь, возможно, кому-то повезло больше. Мне не повезло, здесь прокал один раз у меня квест в этом месте. Ну, и выполняя его, я не нашел здесь ключа, к сожалению. Вот, и теперь мне нужно ждать, когда здесь квест появится вновь, чтобы его выполнить, в надежде, что ключ я заберу и, в общем-то, открой этот сундучок. В общем, всем удачи в открытии сундуков, приятного времяпровождения, оно действительно приятное, когда исследуешь вот это все, ну и зарабатываешь полезные плюшки. С вами, как всегда, был Бэт, играйте хорошие игры, пока! Продолжение следует...